Последний день лета мог стать в России в этом году последним и для программы туристического кэшбэка, но 1 сентября было решено ее продлить. Граждане не успели выбрать 400 миллионов рублей из выделенной правительством суммы на компенсацию туристических расходов. Приобрести туры внутри страны и вернуть 20% их стоимости можно вплоть до 14 сентября. Отправиться в путешествие можно с 1 октября по 24 декабря. Напомним, что программу стимулирования внутреннего туризма продлевают уже в четвертый раз. Она действительно серьезно поддержала отечественную индустрию гостеприимства и туристическую отрасль. Аналитики Ассоциации туроператоров, например, уже посчитали, что каждый пятый круиз по рекам России продан с кэшбэком, а спрос на них вырос на 80%. Наиболее популярные направления – Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. Эти города входят в топ и по другим видам спроса вместе с Краснодарским краем, Крымом, Москвой и Калининградской области. Правила пока остаются прежними. 20-процентная скидка возвращается на карту платежной системы МИР, с которой была совершена покупка. Программа кэшбэка за путешествия внутри России стала системной и получит до 2024 года 21 миллиард 700 миллионов рублей. Правда, впредь власти намерены расходовать средства более фокусно и строго для межсезонья. Можно купить все, что угодно из путешествий. Можно купить и поездку по России, и оздоровиться, и отдохнуть в отеле в каком-то городе. Что касается нашего региона, то, конечно, регионам здесь сложнее, потому что не все регионы известны на туристической карте. И поэтому нашему региону в межсезонье, конечно, очень трудно конкурировать с южными нашими округами. И кавказскими минеральными водами, и с Черноморским побережьем, Краснодарским краем, с Крымом. Поэтому, конечно, у нас есть бронирование, но они не в таком объеме. Продолжение следует...